Я решила открыть наступивший год именно этим видео, во-первых, потому что это моя какая-то наболевшая тема, а во-вторых, возможно, это кому-то будет полезным, причем весьма. Тренд на минимализм с нами уже очень долгое время и точно уже никуда не исчезнет. Причем тренд не только прослеживается в одежде, но и во всем, где можно дать оценку красоте. Это и прически, и макияж, и интерьер, и сервировка, и визуалы, техника, и даже музыкальная составляющая, где мелодия складывается из минимального набора инструментов, а слушатель может дать свою оценку нравится, не нравится. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и в этом видео мы поговорим с вами, что же такое минимализм и как его не перепутать с простотой. Возможно, этот ролик мое субъективное мнение, но на вкус и цвет, как говорится. Однако, если мы с вами не сойдемся во взглядах в визуальной составляющей этого видео, возможно, с информативной стороны мы все же найдем что-то общее. И буду благодарна вам за вашу поддержку в виде лайка и подписки, потому что у меня на этот год очень наполеоновские планы, и я обещаю вам быть интересной и полезной гораздо чаще. Итак, первое и самое главное – простота – это не минимализм. Простота часто удешевляет. Минимализм – это концентрация внимания на чем-то конкретном, избегая постороннего шума, хотя посторонний шум все же присутствует, лаконично разбавляя главное в конкретном. Ну и так как я все же занимаюсь одеждой, первое, что из примеров приходит на ум – это белая футболка. Что может быть минималистичнее, чем белая футболка и голубые джинсы? Вот вам пример трех абсолютно одинаковых белых с одинаковым вырезом и длиной рукава футболок. Давайте сейчас откинем обсуждение, что на всех фото разный фон, хотя даже по качеству фотографий можно предположить, какая из футболок проще. Тут, кстати, можно обсудить как минимализм с простотой в одежде, так и работу фотографа. Глаза сразу же бросается нижний край. На первом фото он очень волнистый, отчего складывается не лучшее представление ткани, с которой сделана футболка. Также на этом фото будто бы изделие сфоткали на вешалке на фоне стены, а после фон удалили, как сейчас умеют многие в мобильное приложение, в один клик. Цвет фона явственно белый, что скорее не в пользу для этой белой футболки. На втором фото фон тоже белый, но изделие в более теплой гамме, что даже создается впечатление, будто вещь не белая, а бежевая, хотя это не так. Также на втором фото мы не видим складок, что нам может говорить о более плотной и качественной ткани, а также о более качественной работе фотографа, который об этом позаботился. На третьем фото складывается впечатление, что это совсем не белый цвет изделия, на это еще влияет и серый фон. Но обратите внимание, куда падает свет. Там, где его больше, видно, что футболка белая, а на другой рукав попадает меньше света и проявляется малоочевидная складка, которая сообщает нам визуальную информацию. Ткань плотная, но это не бумага, которая будет топорчиться, это все-таки мягкая ткань. Цветовой акцент на горловине показывает явно глубину выреза, где мы без догадок видим и ее внутреннюю часть изделия. Какое фото выглядит проще? Если наложить разные прямые, то мы увидим, что третье фото явно с более качественным подходом, где горловина ровно по горизонтали и рукава одинаковые. На втором месте, второе фото, тут видно больше неточностей в деталях, ну и самым простым фото получается первое. Тут даже видна изнанка низа, что говорит о том, что футболки на съемке уделили недостаточное внимание. И пусть вы скажете, что третье фото это может быть 3D-рисунок, хочу сказать, что это не дешевое развлечение, бренд никогда не будет тратить большие деньги, если не будет окупаемости. Вскрываем карты. Вот такие бренды у футболок, а вот их цена. А теперь представьте, что футболку номер 3 сфотографировали так же, как футболку номер 1. Тут уже вопрос не о качестве вещи, а в правильном подходе к съемке. Нельзя абы как сфотографировать люксовую вещь, надеясь, что ее захотят купить просто так. Она самая минималистичная вещь, в самой минималистичной объектной съемке все равно должна соблюдать концепцию бренда. И если у вас творческая профессия, вам обязательно нужно и важно задумываться о визуале, о том, как видят ваши работы другие. Ну, если вы хотите продавать. Альтернативный пример – дизайн интерьеров. Многим по душе такой дизайн, и многие стремятся повторить его у себя дома, полагая, что минимализм в интерьере – это когда мало мебели и нету лишних вещей. Тем самым они полагаются на свои силы и своими руками создают тот вид, который, по их мнению, минимализм. И в итоге получается вот так. Или так. Или вот так. Да, это минимализм, но если давать ему оценку – некрасиво. Нет сочетаемости ни в чем. Многие думают, что очень легко сделать что-то немудреное, однако это всегда наоборот. И так как в интерьере минимализма очень мало вещей, вся суть, душа, внутренняя нотка, изюминка, как хотите, должна раскрываться из общего впечатления от целостности. Вот пример стильного минимализма в интерьере. Тут тоже очень мало вещей, они практически в одной гамме. Но текстуры, объемы сочетаются между собой. Холодный общий цвет отлично сочетается с мраморными столами, а шторы из дорогой плотной теплой ткани создают уют. Складки штор отлично сочетаются с минималистичной картиной, а шаровидный светильник с округлым диваном. И внимание на детали. Винтажные статуэтки превосходно дополнили лепнину на стене. Или вот такой интерьер. Кажется, проще некуда, но эта простота, как нам кажется на первый взгляд, она не дешевая и не удешевляет. Тут продуманы и нюансы для жизни, например, такие, как потайной шкаф в стене за отъезжающей деревянной перегородкой. И имитация света от окна, ибо, возможно, в комнате нет окон. Со стороны сочетаемости окно такое же габаритное, как и отъезжающая деревянная дверь. Большинство деталей белые матовые. Деревянная дверь имеет визуально полосы. Деревянный белый матовый пол также состоит из полосок. А мраморный белый столик тоже с полосками. Все большие детали квадратные, поэтому выбрали квадратный диван и прямоугольный ковер. Символ жизни лист зелени в вазе. Вы вот сейчас смотрите это видео и думаете, что она говорит, это же и так понятно. И если бы вам прямо сейчас нужно было сделать дизайн интерьера в стиле минимализм, возможно, вы бы сделали вот так. И это почти успех. Простые формы, есть повторения, но что-то недодуманное. Слишком много этих полочек. Если они есть, то, скорее всего, на них что-то будет стоять. Окна в доме, у дороги, скорее всего, будет тюль. И вуаля, минимализм уже не минимализм. Минимализм в технике. Первое, что приходит на ум, это айфон. Причем не только с визуальной стороны, но и в комплектации, и в операционной системе. Никому уже не секрет, что дизайн айфона считается минималистичным. Там продуманы все детали, цветовые сочетания, удобство в руке. И многие другие телефоны заимствуют подобный дизайн, явно располагая камеру и кнопки блокировки, регулировки звука в тех же местах. По наполненности в айфоне я считаю визуальный порядок и юзер-френдли интерфейс. Интуитивно понятно, куда нужно нажимать. И я готова к комментариям от пользователей андроида. Я сама всю жизнь пользовалась андроидом. И помню, какие там бывают заковыристые места. Например, путь в папку с памятью в встроенной флешке. По моему субъективному мнению, в данном случае айфон легче в использовании. Но я ни в коем случае не настаиваю на его приобретение. Это не мастхэв. Не нужно меня забрасывать помидорами. Я просто повторяю общеизвестные факты в разрезе тематики данного видео. Ну и логическое завершение примеров визуального минимализма – это фотография. Многие фотографы думают, что если минимализм в тренде, то чем проще, тем красивее. В данном ремесле есть клиенты не только модели, которые представляют какие-то бренды, но и простые люди. Поэтому я не буду говорить, кто из них красивее. Сугубо буду обсуждать работу фотографа. А для того, чтобы найти вам примеры, я обратилась к своему любимому Pinterest. Итак, вот пару примеров студийной съемки в минималистичном стиле. На мой субъективный взгляд, удачная. Красивая девушка с запоминающимися чертами лица, мягкими изгибами в прямых солнечных лучах. Либо фото в холодных тонах на металлическом стуле с журналом в цвет. Либо красивая девушка с загадочной позой в красивой одежде. А вот неудачные кадры. Тут просто все. И от этого этот кадр смотрится максимально просто. Макияж, укладка, девушка слегка с формами. Но фотограф сделал на них акцент в виде объемного надутого бесформенного кресла. Отчего модель, к сожалению, смотрится так же. Ну и ее поза. Угадай, что я прикрываю. Кадр неудачный. Следующее фото. Приятные натуральные цвета. Чистейшие белые носки. Но кадр тоже не вызывает эстетического ощущения. Девушка выглядит не симпатично. Хотя у нее достаточно модельная внешность. У нее нет укладки, ровно как и макияжа. Но кадр явно можно назвать ноги от ушей. А лицо выглядит так же, как и слегка примнувшийся кожаный диван. Фото в свете также считаю неудачным. Девушка с формами. А фотограф подчеркнул тенью ее живот, делая на нем акцент. Девушка в свадебном платье. Девушка классической красоты. Платье типичное. На мой вкус уже старомодное. Хотя до сих пор невесты выбирают такие для себя. Возможно, потому что, в принципе, нет другого выбора. Фото выглядит очень просто, потому что платье старомодное. Фон при этом выбран странный. Нет укладки, нет макияжа. Обычная, но милая внешность. И красная нитка на руке, которую не зафотошопили. И еще подборка кадров с портретной съемки обычной клиентки. Вроде бы минималистично. Вроде бы натурально. И цвета, и текстуры. Вроде бы и прическа, и макияж. Но в этой съемке с такой идеей, реально минималистичной, крутой, неверно подобрана модель. А что делать, если на съемку пришла именно такая клиентка-модель? Ну, товарищ фотограф, тогда вам нужно предложить ей другую историю, другую идею, чтобы подчеркнуть ее достоинства. А вот подборка кадров с похожей съемкой, но уже для девушки, которой подходит задумка. Утонченная фигура удлиняется каблуками, длинные локоны добавляют романтической загадочности. Окей, как вам этот кадр? Ну, классный. Он передает тепло и уют, все гармонично смотрится. А теперь вот вам другой. Позу обсуждать я не буду, каждый сам справится. Девушка очень красивая, меховая шапка, снег. Но поза неудачная, поэтому нет. Следующая история. Задумка классная, но недоделанная. А вот когда фотограф докрутил идею, через фото с простым стулом рассказал нам какую-то историю. А не просто девушка, стул, поле. Практически отличный минимализм, но девушка с простой внешностью. Без макияжа, без укладки, простой стул, простое поле, простая одежда. В таких съемках фотограф обязан позаботиться о какой-нибудь изюминке, как творец и художник. Вот на первом фото все супер. Длинные волосы, длинная рубашка, широкие брюки. Интересно. На втором фото ветер в волосах, девушка сидит в одну сторону, смотрит в другую. История. Остальные фото слишком простые. Фото в поле с сеном. Но признавайтесь, у вас есть такое фото? Приверженцы минимализма часто проводят такие съемки, но часто это получается вот так. А можно было сделать вот так. Семейная съемка. Можно минималистично подурачиться и получить такой кадр, а можно создать максимальный минимализм, но с историей. В чем ошибка фотографа? В том, что когда он клиенту предлагает съемку в стиле минимализм, он не придумывает ему какую-то историю. Получается так, как если бы вы вот сейчас были в торговом центре, там есть какая-то фотозона, тематика вообще не важна. А вы проходите мимо в пуховике и говорите «Ой, а давай сфотографируемся». Несочетание внутреннего и внешнего у модели с фоном. Так что же такое минимализм? Это стиль. Да, это когда мало, но красиво. Когда есть мэч. Минимализм равно просто. Скорее, минимализм равно сложно. И чтобы состоялся поистине стильный минимализм, важно тонко чувствовать и иметь развитый вкус. В бытовом плане быть минималистом не означает избавиться от всего имущества. Минимализм подразумевает сознательное отношение к тому, что вы оставите, сокращая количество своих вещей до тех, которые вы любите и используете. Избавившись от излишков, любимыми вещами вы будете пользоваться чаще и наслаждаться ими больше. Регулирование – вот ключ к минимализму. Минимализм – это определение того, что вы цените больше всего в жизни и избавление от того, что этому не соответствует. Если вы впитаете в себя эту мысль, вы поймете, что минимализм уходит далеко за рамки расхламления дома. Он может быть применим как для вашего свободного времени, так же и для покупательской, пищевой, финансовой привычки и так далее. Плюсы минимализма могут прорасти в любой сфере вашей жизни. На примере с футболками я пыталась вам показать, что минимализм отличается и в вещах, и в их представлении. И что минимализм – не простота. Простота равно дешевле в данном контексте. На примере с интерьером я давала понять, что минимализм – это не простые пустоты и квадратные вещи в минимальном количестве, а уютно и душевно. На примере с фотосессиями в стиле минимализм делала акцент на вопросе, для чего вы это делаете, с какой целью. Хотела донести мысль о том, что съемка в минималистичном стиле – это не просто «а давай сейчас сфоткаемся», а про какую-то историю, где именно стиль минимализм помогает сделать акцент на чем-то главном, что хотел сказать нам фотограф. Надеюсь, у меня получилось не очень скомканно, хочется не затягивать, но разговор на достаточно объемную тему. Хотелось бы верить, что у меня получилось. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения и пока-пока. Продолжение следует...